Приветствую вас. То, что вы описываете, связано с несколькими моментами. Первое. Это то, что на языке психология означает запечатление. Это некий собирательный образ у вас, ну ваш собирательный образ, который, скажем так, существует у вас в предсознании и в определенные моменты выдает в сознание такое понимание и чувствование, что вы человека осознали очень долго и давно, хотя вы его пасыть никогда не видели. Собирательный образ у нас свойственен всем, то есть каждому. Абсолютно каждый человек имеет такие собирательные образы и абсолютно каждый в течение своей жизни воспринимает вот эти образы как что-то такое вот необычное и необъяснимое. В вашем случае образ человека, который, ну как вам кажется, или как вам казалось, вы знали в прошлой жизни, вот, это идеальный, идеальный образ, идеальный образ, может быть спутника жизни вашего, может быть друга вашего, вот, может быть единомышленника вашего и так далее. То есть вариантов здесь достаточно много. Может быть, может, может быть, в какой-то степени, в какой-то степени. Это связано с потребностью просто в поддержке, потому что я, конечно, не знаю, да, я не знаю, я прошу сразу, условно говоря, меня изменить, но мне кажется, что вы человек, который не слишком уверен в себе. То есть человек, который, может быть, нуждается как раз в поддержке, человек, который нуждается как раз в каком-то стране, да, то есть такой вот, что называется, асценический тип, вот, в этом нет ничего плохого, в том, что вы асценический тип, это просто, ну, это просто такой, такой тип личности вашей, вот. Я не думаю, что это является, в данном случае, патология, но поправить что-то можно, но как бы, вот. И, соответственно, вы испытываете негатив от того, что этого человека потеряло. То есть, как бы, вы хоть с ними не общались, но было приятно осознавать, что где-то рядом он присутствует, где-то рядом он есть, и хоть он и не с вами, пусть они не с вами, но все равно он, где-то рядом. И во многом раз, как бы, утешал тот момент, что в будущем, может быть, может быть, в будущем, между вами, там, могло бы что-то получиться. Ну, то есть, я имею в виду, что в будущем, ну, могло бы быть что-то, что-то, вот. А сейчас, по понятным причинам, это уже, мягко говоря, невозможно, потому что, ну, человек уехал, вот. И вы это знаете, и человек это тоже знает, вот. И есть ощущение, что все, что-то ушло, что-то уже никогда не вернется. А поддержка вам все равно, все равно нужна, вот. И, как бы, это потребность вам. Поддержка, она и создает ощущение фрустрирования, вот. Ощущение негатива, ощущение, что вы что-то потеряли. Я думаю, что в какой-то степени это связано еще и с тем, что вы довольно сложно, может быть, идете на контакт. Ну, вообще, тяжело достаточно идете на контакт, вот, может быть, тяжело сближаетесь с людьми, вам, то есть, нелегко сближаться с людьми. И поэтому, в таком случае, конечно, любой человек, которому у вас появились какие-то чувства, да, и так далее, любой человек будет восприниматься на вес золота. Ну, просто потому что, извините, вам сложно идти на контакт. Вот, я не говорю, что вам должно легко быть идти на контакт, вот, ну, все время, все время должно быть легко идти на контакт, но, как бы, вот, момент здесь и здесь такой. Соответственно, литературу я вам давать никакую бы не хотел, потому что литература – это то, что мешает клиенту, это то, что мешает человеку. Вот, в данном случае, вам себя как-то, вот, познавать себя, исследовать, и литература, она сбивает, поэтому литературу я вам давать не буду. Вот, я не считаю, что, ну, что она вам может пойти на пользу, а, боюсь, что, ну, может вам пойти только на вред, чего бы мне, естественно, бы не хотелось. Ну, понятно, почему, да, да, я надеюсь. Вот, значит, я бы поработал, наверное, в первую очередь с вашими чувствами, чтобы вы как-то вот, ну, учились лучше себя понимать, учились лучше себя разбирать. Разбираться, вот, это для начала. Может быть, постарались укрепить тело вашей личности, ну, то есть сделать тело вашей личности более таким самодостаточным, да, более таким самостоятельным, скажем так. Вот. Дальше уже смотреть по ситуации. Я рискну предположить, что человек вы тревожный, вот, и, соответственно, поработать с тревогой тоже необходимо. Вот. Естественно, если вы этого хотите, хотите. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вы дадите какую-то обратную связь. Спасибо.